привет друзья меня зовут николай и мы сегодня на лавандовом озере это название я узнал от местных жителей сюда можно подъехать прямо к озеру на машине вот друзья машинка моя стоит там идет асфальтная дорога и вот само озеро это озеро конечно сделано искусственно но знаете что самое интересное здесь насколько я понял можно сюда приехать и отдохнуть пожарить шашлычков вот все признаки того что здесь их жарят шашлычки камни и куча углей по высыпанных видите значит сюда люди приезжают а еще сюда приезжают на рыбалочку вон на той стороне местные жители которые мне и сказали это название этого озера давайте сейчас пройдем в ту сторону и посмотрим что у нас там вот эти горы это все считается как заповедник то есть туда ездить и ходить лучше не надо здесь рядом есть несколько домиков где люди живут маленькое село здесь вообще их несколько этих озер там еще есть озеро но это такое самое большое вот здесь можно рыбку порыбачить шашлычок пожарить там бутылка если видно подозрительно плавает это скорее всего местные жители сеточку кинули рыбки под наловить вода просто просто шикарней что смотрите она прозрачная прозрачная чистейшая горная это сейчас снег тает и потихонечку это озеро наполняется как вы видите она уже почти полно тут осталось совсем чуть-чуть еще водички чтобы набралось я думаю наберется потому что в горах еще снег лежит поэтому сюда вода еще будет приходить вот друзья мы идем сейчас под этой дамбе которую когда-то соорудили вот такие вот отсюда во виды открываются на это озеро сейчас мы пойдем там к родникам и посмотрим вообще приток воды какой-нибудь есть или нет на данный момент потому что сюда еще должны вроде бы как и речки впадать я по карте посмотрел а сейчас пойду и убежусь в этом заодно и вы посмотрите но вообще на той стороне шикарнейший лесок там тарзанка есть это наверное местные детишки здесь купаются вот мы и проходим вот друзья смотрите я обошел озеро то я был с той стороны теряя пошел от на эту сторону только посмотрите как шикарно здесь просто красотища водичка чистейшая тут виды на горы свежий воздух красота вот друзья можно к этому озеру подъехать там стать на дороге где я показывал его тут есть горная такая дорога это с этой стороны озера можно подъехать и здесь припарковаться видите такие площадочки есть чтоб остановиться это раньше было лавандовое поле здесь как вы видите она уже заброшено и все тут позарастала шиповниками всякими деревьями третилки здесь обалденнейшие места я думаю об этих местах мало кто знает ну вода здесь конечно чистейшая он там рыбки поплыли от берега маленькие но поплыли на самом деле ну не зря рыбаки сюда приходят видите такой каменистый берег это обычно если она наполнится полная это вот до сюда вот вода все должна быть заполнена быть а дорога вот довольно таки несложно можно заехать в принципе на любой машине на неразмытая также можно проехать и остановиться здесь в шикарнейшем месте вот друзья вот табличка тут какую-то нашел тут на всей территории не было не подписано ничего но тут написано водоем обильная тут что-то цифры буквы всякие вот то есть это получается наверно местные его знают как лавандовое озеро ну разберемся здесь еще эти рыбаки по приезжали здесь еще есть шикарнейшая площадочка с видом на медведь гору еще по-другому о юдах называется вот эта площадочка смотрите отсюда во мишку правда заднюю часть его она видно полностью видите какой шикарный вид отсюда открывается вот но можно забраться вон туда на бугорок но особой разницы нету друзья хотелось конечно же вас поблагодарить за то что вы подписывайтесь на мой канал не забывайте ставить лайки и пишите комментарии благодаря вашим комментариям я могу определить куда мне нужно поехать следующий раз потому что я всегда хочу снимать то видео которое интересно вам заодно и я сам побываю в этих красивых местах так друзья в поисках бирюзового озера я по чистой случайности приехал на это озеро вообще в этом районе их три озера этого конкретно озера местные называют лавандовая или обильная а в карте не указано как это озеро называется но рядом есть озеро глубокая лаванда которая на карте указана и на возможно эти озера как бы числятся к одному озеру приехал я сюда со стороны ялты когда я ехал я повернул на на село краснокаменка по старому южнобережному шоссе я добрался до этого озера в этих краях вообще очень много озер еще есть помимо вот этих трех озер еще тут есть бирюзовое озеро юбилейное и еще много много в этом районе озер который естественно нужно посетить и посмотреть что и где там находится ну а насчет того что здесь разводят костры и жарят шашлычки это естественно все делается на свой страх и риск потому что в крыму есть такое правило что в лесных местах нигде нельзя разжигать костер и в случае если кто-то из лесников егерей или еще кого-либо вас с костром увидит могут выписать штраф потому что у нас крыму практически нигде нельзя разжигать костер и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что друзья, надеюсь видео вам понравилось Не забывайте, что самая лучшая поддержка от вас Это поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий Вам огромное спасибо за просмотр До новых встреч в новых видео Всем ребятушки пока